Друзья, всем привет! Добро пожаловать на YouTube-канал Минского Динамо. Сегодня у нас необычный выпуск, но вполне ожидаемый. На дворе 2024 год, и это значит, что уже 20 лет назад наша команда завоевала то самое легендарное чемпионство, о котором мы часто говорим, но не так часто вспоминаем. В прошлом году наши парни вновь подняли кубок над головой, поэтому назвать этот сезон 20 лет без побед у нас не выйдет. Ну а мы пока постараемся вспомнить, каким же был 2004 год, и для этого у нас сегодня есть особые люди. Вася, привет! Здравствуй! Василий Князюк – личность очень хорошо знакомая и для нашего YouTube-канала, и, конечно же, для нашего клуба. Вася, расскажешь о тебе немножко сам, чтобы люди вспомнили. Да, 2004 год, так получилось. Я начинал далеко от футбола, даже поработал на молодежном чемпионате мира по хоккею в Минске. Юрист. И так сложилась судьба, что с 8-го тура, с приходом Юрия Шуканова, я влился в тренерский штаб помощником тренера-аналитика. На тот момент это был ныне покойный Владимир Поторочин. И с тех пор 19 лет в футболе, 20-й год, тренер-аналитик клуба, впоследствии пресс-секретарь. Такая история. Ну, биография, конечно, супер, но на самом деле найти более крутого соведущего на такой выпуск очень трудно. Ну, а опрашивать мы с тобой сегодня будем еще одну легенду Минского Динамо. В представлении, конечно, не нуждается Ян Александрович Тигарев. Находимся мы сегодня в необычном месте. Это не Динамовская студия, хотя мы все еще на стадионе. Сегодня мы снимаем в ПАБе 82. Этот паб находится на стадионе нашего клуба. Отличное место, чтобы прийти, посмотреть футбол, поболеть вместе с друзьями за Минское Динамо, ну и просто отлично провести время. Вася, бывал здесь когда-нибудь? К сожалению, я здесь второй раз всего лишь, ни одного матча не смотрел, но это очень-очень здорово, что есть такой паб. Болельщики каждый год на протяжении всего того времени, что я работал в клубе, они организовывались то в одном месте, то во втором, то в третьем. Но своего дома так и не обрели. Когда команда уезжала на Евровыезда, особенно, мы получали хорошую обратную связь, мощную поддержку, когда приходили фотографии из пабов, из кафе, из каких-то других мест, из того же Раковского Бровара. Приходят фотографии, полный зал, болельщики, все смотрят футбол, все смотрят, как играет Динамо. Ну и про такой антураж можно было только мечтать, поэтому теперь это место есть, уже не первый день, добро пожаловать. И главное, чтобы Динамо давало замечательные поводы собраться и обсудить. Ну вернемся к нашему гостю, Ян Александрович Тигарев, очень хорошо известная фигура для Минского Динамо. В прошлом легендарный игрок, ныне сотрудник клуба, который передает опыт молодым, если можно так выразиться. Ян Александрович, как настроение? Ну вы все правильно сказали, поэтому негде поправить. Все верно, все верно. Ну хорошо, давайте тогда начнем вспоминать 2004 год. У меня тут кое-что есть. Найдете себя быстренько на ней? Это, кстати, у вас обоих касается. Тебе-то я больше верю, что найдешь. Вот Ян Александрович сейчас, наверное, поищет немножко. Вижу. Вижу. Нижний ряд, серединки. Средний ряд, третий справа. Слева, третий слева. Ну вообще узнаете себя? Вот сильно поменялись за время, что эта фотография была сделана назад? Ну, мне кажется, вам проще ответить на этот вопрос. Одно лицо. Если вы видите фотографию старую и видите постаревшего... Молодого футболиста. Вам проще сказать. Ну, по-моему, вообще сильно поменялся. Ну тут чуть-чуть цвет волос поменялся, а вот тут вообще только опыт в глазах. У этой фотографии есть интересная история. Это не предполагалась фотография на плакат или в книгу. Это было просто фото. И Леонид Ковель вклеен в эту фотографию. Когда команда фотографировалась, Леонид был на просмотре в лондонском арсенале. Это правда. Он тогда съездил, приехал, и потом его вклеили. Если вы внимательно рассмотрите, немножко отличается масштабом. Потом его вклеили. А так, да. Это, короче, фотошоп был уже в 2004 году. Да. Такое своеобразное. Так, ну ладно, тогда давайте перейдем к основному. Факты про Яна Александровича Тигарева. Что помнишь ты? И что вообще помните вы про себя? Начнем с вас. Ян Тигарев. Один из основных игроков клуба. Несмотря на кажущаяся молодость на тот момент. Он был уже опытный, уже переведенный в основной состав из Динамо 2. Сезон 2004 для него был уже третьим сезоном в основном составе. Уже были выиграны медали, уже был выигран кубок. И в чемпионском сезоне у Яна 28 игр в основе от звонка до звонка. И 29 игра по причине повреждения замена. Плюс он пропустил одну игру в Кубке Интертота. В общем-то, ну это ключевой игрок на поле. Это хладнокровие, это спокойствие. Это никакого взрывного характера. Это тот футболист, который четко воспринимал требования тренерского штаба. Не скрою, готовясь к этой съемке, мы с коллегами вспоминали состав, вспоминали игроков. И все болельщики любят яркие воспоминания, любят какие-то яркие моменты, связанные с какими-то нестандартными поступками или с чем-то выбивающимся из общего ряда. И все до единого сказали, причем представители предыдущего тренерского штаба, который работал в 2003 году, все сказали, что с такими футболистами можно строить и нужно строить команду. Как помощник аналитика, да, я посмотрел в какие-то цифры, там у меня все сохранилось. Разборы матчей, которые делал, обсчет технико-тактических действий. И, ну, как бы я увидел, что за весь сезон 2024 года у Яна, несмотря на то, что достаточно отборов и перехватов в подкате, допустим, такой сложный момент для защитника, то есть это уже последнее в арсенале футболиста, когда он идет в подкат, нежелательно, потому что ошибся и все, и ты отыгран. И у Яна ни одной ошибки в этом сложном, в общем-то, действии. Почему? Потому что, ну, ты правильно уже сказал, я могу просто завершить. Ну, это последнее действие, до которого я обычно не доводил. То есть, ну, все время на ногах, все время за счет интеллекта и предвидения ситуации, и, ну, без ложной скромности, я скажу, что, наверное, первые вот пять метров спринта, ну, как бы это мой конек. Поэтому до подкатов, как бы, редко доходило. То есть, я, как бы, редко использовал этот элемент. Ну, а если уже, как бы, он был, ну, то есть, я там был уверен на, не знаю, на 98%, что это чисто и пойдет только в плюс. А вы были прям любители аналитики? Не, ну, что я помню, то есть, я помню, что перед каждой, там, ну, наверное, после, там, условно, через день, через два, после проведенного матча я брал, там, либо у Васи, либо у Поторочина. Диск предыдущей игрой следующего соперника. То есть, я просто смотрел, как бы, на мои позиции, кто, как действует. Ну, то есть, вот это вот я помню. А вам же лет 20 было в 2004 году, да? Ровно 20 лет. Да, да, да. Но обычно молодым игрокам, вот, не сильно интересно, так по. Так, а здесь дело не в интересе. Ну, подготовлен, значит, вооружен. Ну, если я знаю на моей позиции, как игрок в какую сторону под себя, от себя убирает, ну, это в голове за неделю откладывается, и уже в матче непосредственно ты уже, как бы, с большей процентностью вероятности ты понимаешь, что он будет делать. Ну, и возвращаясь к двух минутам раньше, ну, я уже, как бы, прогнозирую этот момент, ну, немножко действую на опережение, мне потом уже не надо идти в подкат. То есть, ну, чисто, как бы, да, вот я изучаю непосредственно. Я не смотрю всю команду, я не смотрел там какие-то тактические перемещения там или что-то, действия, повторюсь, всей команды соперника. Я смотрел исключительно футболиста, который будет играть против меня, что он делает. Что он делает в этой ситуации, что он делает в этой ситуации. Все. Потому что, ну, у каждого футболиста есть какие-то, не знаю, любимые элементы, что ли, или там нелюбимые, может, неправильное слово, которые он чаще всего использует. То есть, там, не знаю, у кого-то переступание, уход вправо, у кого-то там, не знаю, замах под себя, уход влево. Ну, и если ты, как бы, понимаешь, что у конкретного, вот у твоего визави, да, ну, все, ты, как бы, просто ждешь, когда он сделает этот элемент, и ты уже, как бы, предполагаешь свои действия в случае этого. Ну, и получаются, как бы, легкие прогнозируемые отборы. Вот тут Вася мне дал листик с какой-то потрясающей статистикой отборов, чисто. Ну, то есть, познакомьтесь. Сейчас ознакомлюсь. Первая графа. Тигрев. 83 чисто, ничего себе. Первое место, между прочим. Я там понимаю, с большим отрывом. Ну, не с большим, но... Надо же готовиться к матчам. То есть, ты посмотри соперника, кто будет пытаться тебя обыграть. То есть, короче, вот тут, ребята, кто игры смотрел соперника, кто не смотрел, правильно? Вот по этой можно графировать, честно, понимать. Кулеш, мы заговорили про цифры, Ян Александрович, что у вас вообще по статистике? В том числе в 2004 году. Это понятно. Голы и голевые передачи, будьте любезны. Я вот так, этот листик уже ваш. Смотрите, как один человек, мой знакомый, сказал, у футболиста должно быть как минимум одно хорошее качество. Яркое качество. Надежное качество. То есть, за которое можно зацепиться и уже понимать, как футболиста использовать в этом механизме команды. То есть, если два качества хороших, топовых, ну, это уже как бы топ-уровень. Это уже арсенал. Да, да, да. Ну, и вот про себя могу сказать, что у меня было одно хорошее, сильное качество. Вот это вот отбор мяча, единоборство и так далее, и так далее, и так далее. Все остальное, к сожалению, разве это было слабо. Да, 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 да. К сожалению, талантом Бог меня не наделил, только работоспособности. Вот, соответственно, со статистикой у меня все более чем скромно. Два гола за карьеру, один за сборную, один за клуб. Ну, вот, собственно говоря, все. Я сам в интервью однажды сказал, что, ну, это была середина карьеры, он вспоминал свою карьеру и говорил, что матч, который я могу себе записать в плюс, это матч со сборной Италии, за сборную. А матч, который в минус, это прошлогодний матч с Локомотивом в Минске, с Витебским Локомотивом. Тогда это так команда называлась. Мы 4-2 выиграли, и Ян разделил вину за один из пропущенных голов, но я бы опять не ставил, так ему виднее, я бы так не ставил вопрос. Забивает команда, пропускает команда, и если где-то кто-то в каком-то моменте не сыграл, то другой обязательно подстраховал. Просто тот матч был очень показателен, мы проигрывали 0-2 уже там чуть ли не к середине первого тайма. К 65-й минуте мы уже выигрывали 3-2, и на 92-й минуте Шуканов, ой, надо найти этот гол, надо найти эту запись. Очень красивый дальним ударом. Поги и не поверил, что мяч может залететь, он даже не реагировал. Ну, честно говоря, нет, про 4-2 я помню, я помню, потому что там после этого матча потом, ну, были разборки там и внутри команды, там что-то, и тренерский штаб, там что-то, и воротарь, цыгалка, там какие-то претензии личные, то есть этого я помню. Но как бы, что я внес матч этот, ну, честно говоря, не вспомню уже, как бы, перипетия, я помню, что мы 2-0 проигрывали, вот, но потом как бы все закончилось хорошо. Я помню вот другой матч, и вот мне кажется, что вот как раз-таки мы с Локомотивом играли, когда 1-0 горели, 2-1 выиграли, и Шуканов забил там на последней минуте с углового флага. Тоже было. Вот, и вот этот вот матч, вот я точно помню, что я его занес себе в пассив, потому что перед каждой игрой я как бы и так, ну, не и так, а настраивался вот ровно на 100%, не меньше, не больше. А перед игрой мне сказали, что этот матч приедет там представитель московского «Спартака» смотреть на тебя. Ну и все, и вот эти мои 100%, оно перелилось за край, и, ну, как бы, вот со всех сторон, вот я помню, как бы, вот этот матч мой был прям неудачный. Я даже помню, это вот мне сказал, кстати, Шуканов там перед игрой, и уже после игры, как бы, я к нему подошел, и он, как бы, ну, да, понял. Я говорю, если даже что-то, я говорю, мне вообще не надо перед игрой ни о чем говорить, то есть мне, как бы, настроек достаточно без всякой дополнительной информации. Вернемся к важному вопросу. Про нелюбимый матч понятно, а есть любимый матч? Неважно, может быть, он был там неудачный, может быть, он там по счету был не тот, но вот прям вот любимый матч, который в сердце. Это, по-моему, 2005 год уже был, наверное, играли с Батте на Динамо, выигрывали 4-0, там закончили в итоге 4-2, а у меня это уже был, там, какой, четвертый или пятый сезон. И, честно, уже, как бы, очень сложно было отыскать в себе мотивацию. Вот я прям понимаю, что 2005 год уже был, ну, надо было уезжать, потому что, ну, вот уже, как бы, уже все, не за что зацепиться, да, условно, там, чемпионами стал, все медали взял, там, кубок выиграл, уже пятый сезон в чемпионате Беларуси. Ну, то есть, и вот, в принципе, наверное, единственный матч в этом году удачный, ну, как бы, это Батте, потому что, ну, противостояния с Батте, они всегда были, как бы, ты уже ни на что не отвлекаешься, там, ни на место в таблице, ни на какие-то эти. То есть, игра с Батте, это прям, ну, это вот что-то сродни, там, бою, даже, а не футбольному матчу. И вот даже, я помню, мы жили тогда в служебной квартире, вот, недалеко от Динамо, да, и, ну, у нас там жило, там, в пятикомнатной квартире, там, человек 15, наверное, то есть, там все жили, и Кирилл Павлючик, и, там, Лисько, и, ну, как, короче, много, много из тех футболистов. Да, 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 и, вот, я помню, что после матча, ну, понятно, что пиво, все дела, как бы, все, ну, и там, соответственно, за нами работали, как, ну, я не знаю, как это сказать, ну, не нянечки, наверное, но, которые следили, чтобы мы, там, в 19-20 лет в разнос не пошли. Отчаянная женщина. Звонок в дверь. Ну, мы сидим на кухне спокойненько, там, я помню, Кирилл Павлючик, еще кто-то, ну, сидим, пьем пиво, как бы, отмечаем победу над БАТЭ, все, как бы, она заходит, убирайте, Чиж идет. Ну, понятно, ничего мы убрать не успели, но заходит Чиж, посмотрел, ну, понятно, с победой, ну, и на меня, говорит, наконец-то я первую грустную увидел в этом году, где, ну, я говорю, ну, согласен, готовился вот исключительно к БАТЭ, потому что до этого уже, как бы, неинтересно. То есть даже Юрий Александрович отметил, что, ну, и вот тогда, действительно, мне, как бы, игра удалась. То есть, вот я ее помню, как бы, из чемпионата в Беларуси, когда, вот, ну, прям после игры есть чувство удовлетворенности от хорошо проделанной работы с хорошим соперником. Сейчас будет странный вопрос, а как это жить 15 человек в 5-комнатной квартире? Ну, вы никогда не жили в студенческой общаге? Нет, я училась в Винске, родилась в Винске, мне не повезло. Вы многое потеряли. Ян Александрович, у многих футболистов в команде есть, как правило, какие-то прозвища. И вот у многих, ну, 2004 года прозвища так плюс-минус известны. А у вас что-нибудь было вообще? У вас когда-нибудь кличка была? Вася, я не помню, по-моему, нет. А для чего нужно прозвища на поле? Пока ты крикнешь «Павлюкович!» Ну да, чтобы укоротить имя твое, то есть, как бы, сокращенно. Ну, куда уже короче Ян? Ну, я, честно говоря, не помню. Ян, Ян, Ян. По-моему, не было. Вас вдвоем так и называли, Лян, Ян. Два защитника. Ничего никогда не было. А если брать команду, кто вот был ваш тогда лучший друг, может быть? Может, и сейчас? Именно тот состав. Четвертого года. Ну, смотрите, то есть, в футболе, как и в жизни, наверное, да, как в школе, потом в университете. То есть, с кем ты больше всего проводишь времени, как бы, с кем живешь, там, не знаю, делишь обед-ужин, да, соответственно, там, готовишься к матчам, матчи, после матча отдыхаешь. Вот, то есть, ну, на тот момент, да, как бы, со многими дружили, там, и Кирилл Павлючик, там, и Лисько, Антон Рябцев, в принципе, мы все жили в одной квартире. Пархачев, Ковель, ну, то есть, как бы, скажем так, большая компания. Вот, то есть, ну, а уже, то есть, когда разъехались там по разным командам, по разным клубам, ну, то есть, как бы, общение уже меньше стало, это нормально. Я повторюсь, то есть, это дружба, скажем так, ситуативная, то есть, когда ты много времени проводишь вместе в коллективе и быт, и работу, ну, то есть, понятно, что оно сближает. И особенно, когда такой замкнутый круг, что где-то гулять, общаться там на стороне, как бы, особое времени уже нету. Вот, поэтому, а так уже, когда разъезжаемся, ну, то есть, уже, как бы, у всех там свои какие-то, там, близкие друзья, там, остаются по жизни, там, из детства, которые не связаны с футболом. А вот именно, как бы, на протяжении, там, футбольной карьеры, там, сказать, чтобы я, там, с кем-то очень близко дружу из футболистов или, там, с тем, с кем я играл, как бы, такого нет. Хорошо, возвращаясь к теме 2004 год, команда чемпион. Вот, первое воспоминание, вопрос от постороннего человека, 2004 год, каким ты его помнишь, команда, когда он для тебя начался, 1 января, 1 марта, там, 1 июня? И в какой момент, второй вопрос, ты почувствовал, что эта команда достойна, чтобы зайти на пьедестал? Ну, такие прям яркие воспоминания, да, спустя 20 лет, это момент назначения Шуканова. Я вот даже, честно, не вспомню, кто был тренером до него. Ну, вот, прям, этот сезон начал же не он. И я, честно говоря, не помню, потому что за прошедшие, там, 3 или, там, сколько, 4 сезона до этого, Ну, я поменял, там, не знаю, 8-9 тренеров, то есть, и вот, ну, там, каждый, ну, по статистике можно понять, где-то там, полсезона. И я уже даже, вот, я говорю, я их не расставлю по... Кто за кем? Да, 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 по очередности, потому что, ну, все такое. То же самое и с футболистами в команде. То есть, там, что-то каждые полгода 5 приходит, 7 уходит, 10 приходит. То есть, ну, такое вот, постоянно. Вот, помню момент, там, что-то после одной, очередной, наверное, не очень хорошей игры. Вот, сидим перед тренировкой на базе, ну, уже все переодеты, там, с бусами. Не очень хорошая игра, это 1-0 у Немана выиграли. Да? Да. Значит, наверное, решение было принято раньше, до этой выигрышной игры. Но, скорее всего, так. Вот, потому что, когда обычно приезжает Чиж на базу, это какие-то кадровые изменения. И мы уже, в принципе, за это время привыкли, поэтому, ну, кто очередной? Шуканов сидит перед тренировкой рядом со мной. Приходит Чиж, там, какой-то что-то там высказывает. Ну, я, понятно, уже дословно не помню. Наверняка какое-то недовольство картинкой игры. Вот, и объявляет о том, что предыдущий тренер, ну, если это Шубин, я повторю, что не помню. Отправлен в отставку, исполняющий обязанности Юрий Шуканов. Ну, и показывает, вот, ну, практически на меня. Ну, все, и Шуканов встает, бутсы поставил. Подходит к Чижу, там, что-то, какие-то речи. Ну, как бы, сказать, что все удивились в команде, это ничего не сказать. Все на друг друга смотрят, типа, у что как. Вот, то есть, ну, и вот после этого момента, вот, в принципе, за прошедшие годы в Динамо, вот, я помню, какой-то, когда Шуканов все, потому что понятно, что были там и сложные времена, и не, там, после его назначения, там, и не самые удачные матчи. И раньше всегда приезжал Чиж. Ну, условно, давать втык за какие-то вещи. С приходом Шуканова он это все взял на себя и был как фильтр. То есть, я так понимаю, что от Чижа получал люлей только он. То есть, ну, уже, как бы, не было такого, что приезжал Чиж и, там, что-то высказывал, там, футболистам, какие-то, там, кадровые решения, там, не знаю, финансовые какие-то штрафы, там, и так далее. То есть, Шуканов, как бы, всю вот эту вот часть забрал исключительно себя и команда, как бы, этого не видела, не чувствовала. Микроклимат сразу улучшился. Ну, я помню вот этот вот переход. Да, 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 да. Ну, и, соответственно, самые яркие вот эти воспоминания вот того года, это вот назначение Шуканова, потому что была большая неожиданность. Когда ты проводишь все тренировки, там, пьешь пиво после матча Шуканова вчера, а сегодня он главный тренер. Ну, то есть, как бы, для меня, да и для многих, наверное, это может быть, если не впервые, то нечасто такое бывает. Вот, и тут непонятно, как. Вчера он был Юра, сегодня он Юрий Владимирович, а на поле как к нему обращаться? Шук. Да, да, да. То есть, вроде бы, это вчера был Шук, а сегодня это уже как-то. И вот, что, как. Да. Ну, и, понятно, то есть, завершение сезона чемпионский матч с БТ. Повторюсь, противостояние с БТ, это, ну, немножко, там, больше, чем все остальное. Ну, и оно как бы врезается в память. Вот, ну, естественно, если это еще и матч чемпионский. Ну, вот каких-то вот таких два, наверное, соответственно, и судьбоносных момента, и самые, которые вот врезались в память того года. Он, готовясь к этой съемке, поднял прессу и перечитал все послематчевые комментарии Остроушка, Леонида Константиновича и Шуканова. И журналисты очень любили ходить на пресс-конференции Остроушка. Он, как сейчас принято говорить, жег глаголом. Он не стеснялся называть вещи своими именами, но он никогда не отыгрывал на судей. Что судьи нас где-то прибили, что судьи где-то что-то сделали не так. И команда в тот год, могу ошибаться, но она была то ли второй, то ли третьей в чемпионате по дисциплине. Очень дисциплинированная команда была, очень мало ненужных фолов, ненужных карточек, сдержанная, откидка мяча, споры с судьями, этого не было. В твоей памяти что-то осталось такое, что, вот ты сказал, убрали ненужные эмоции с появлением руководителей, Шуканов взял на себя. И вот эти вот кирпичики как-то они складывались? Не, ну если просто, ну, ты же у нас за статистику отвечаешь, тебе виднее. Я просто могу предположить, в связи с чем, например, да, потому что Шуканов влил в команду много молодой крови, да, которые, ну, может быть, благодаря ему вообще и стали футболистами и заиграли. Потому что многих дублеров подтянули, то есть, ну, вот при нем, вот, единовременно, наверное, заиграли Артур Лесько, там, Пархачев, Ковель, Линцевич, там, Павлючик. Ну, соответственно, много молодых футболистов, которые, ну, в силу возраста еще не могли себе позволить, там, тех вещей, о которых ты говоришь. Там, какие-то откидки мяча, неспортивное поведение, то есть, это могут позволить себе футболисты уже более опытные, да, которые, там, ну, не знаю, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, когда берут молодого человека с дубля, ставят основной состав Минского Динамо и команда еще там борется за, там, какие-то места, да, и, ну, позволить себе, там, какое-то поведение на поле, которое не соответствует твоим, скажем так, и возрастным, да, и футбольным, наверное, качествам еще на поле, да, потому что, ну, все-таки мы молодые, мы развивались параллельно с командой. То есть, это не были уже готовые футболисты, которых вот поставь и все, и они, как бы, железные игроки основы. То есть, повторюсь, много кто с команды просто смотрели в рот главному тренеру и не могли себе позволить, там, какого-то поведения, при котором все понимали, что так же, как они попали в команду, они могут вернуться обратно. Как вообще строится тренировочный процесс, когда у вас играющий тренер? Вот я, допустим, не совсем понимаю. Обычно же, ну, главный тренер, скажем так, дает какое-то упражнение, там, вот, ходит в сторону, а он, как бы, фактически действующий игрок, как он, типа, показывает, сам выполняет, или как-то он, как это работает? Нет, практически весь тренировочный процесс вел Остроушка. Шуканов, в принципе, до самой концовки сезона, он именно на тренировках вел себя как футболист. То есть, какие-то вещи, я так понимаю, что, может быть, Вася больше скажет, перед тренировкой, то есть, они тренерским штабом, там, расписывали тренировочную программу, там, упражнения и так далее, и так далее. При выходе на поле уже все, как бы, Остроушка со свистком Шуканов в бутцах. И, причем, ну, как бы, тоже, вот, своего рода это был большой плюс, потому что Шуканов изнутри чувствовал, во-первых, сам как футболист, ну, во-вторых, в тренировочном процессе, ну, ты же, как бы, там, со всеми общаешься, там, когда команда немножко, там, перегружена, то есть, он сам подходил, там, к Шуканову и, там, вносил какие-то корректировки в тренировочный процесс, там, где-то, там, это упражнение, там, уменьшить количество серий, там, в этом упражнении, там, чуть-чуть, или, там, поменять тренировку, там, например, на следующий день, потому что, ну, как бы, он сам чувствует, и вот, общаясь с командой, ну, то есть, что там, что-то нужно поменять, условно, когда классическая история, там, главный тренер просто со свистком, ну, то есть, он эти моменты может, как бы, не всегда, прям, контролировать, а тут, ну, вот, в этом плане, как бы, я помню моменты, когда, вот, там, где-то в тренировках, прям, то есть, стояли, там, и тяжеловато, тяжеловато, ну, да, я вижу, что, там, и вы, и я, в том числе, То есть такая вот история, и там где-то что-то корректировалось в тренировочном процессе Смотрю на фотографии, тут очень крутая надпись титульного спонсора Сибинс Мобайл, 2004 год Телефоны подарили мобильные, можно? Нет Радиотелефоны? Нет Хоть что-то? К сожалению, нет Ничего? К сожалению, нет Даже за чемпионство награждения и подарки были более чем скромные Короче, все в трудах Хотя награждение чемпионское проходило в концертном зале Минска Билетов было не достать, чтобы сейчас так на футбол в среднем ходили по стране А билеты продавали на награждение? Были пригласительные Но, опять же, вот вопрос к Яну о болельщиках Матч, когда мы стали чемпионами, собрал аудиторию 10 тысяч А собрать аудиторию в 3-4 тысячи, из которых там 1,5-2 тысячи фан-сектор Это была абсолютно не проблема Какие у тебя были отношения с болельщиками? Насколько они мотивировали вне футбольного поля в свободное время? Ну, я прям Ну, с некоторыми болельщиками общались Причем Я даже могу сказать С чего началось это общение Были болельщики Минского Динамо Но они ездили на все, ну или на многие выезды, там, молодежных сборных и национальных сборных И вот я помню, что с некоторыми из них мы познакомились, когда выезжали на спаренный матч национальных сборных и молодежных сборных Соответственно, мы накануне отыграли Ну и у нас как бы выходной матч национальных сборных Вот, и в этот период мы как бы там Они жили в том же отеле То есть мы знакомились Вот, там болельщики Минского Динамо Там вместе попили пиво в ожидании игры национальной сборной Ну и вот как бы с ними Там поддерживали какие-то там личные отношения Вот Ну а болельщики, в принципе, ну это банальные будут вещи сказаны, конечно Тут ничего не придумаешь Понятно, что болельщики на стадионе, они мотивируют и гонят вперед Без них как бы сложно Поэтому, ну, в те времена, правильно ты говоришь, как бы мне казалось, что собиралось немножко больше на стадионах А вы на фан-секторе когда-нибудь были? Нет Не заряжали? Васюш, привел статистику Я практически 100% матчей от первой до последней минуты Ну не 100% можно было и зайти Я очень хорошо Я не помню, по каким причинам я пропускал там, может быть, один или два матча Но не знаю, позволяли ли они мне Один по травме Один по травме, потому что была замена И следующий матч дали восстановиться Один-четыре карточки И вот мы играем этот матч на стадионе «Трактор» Я сижу со своими рисунками аналитика Сел чуть-чуть в сторонке справа от болельщиков Ну и все футболисты, кто не участвовал в матче, сидят рядом Матч сложный Не можем забить Не можем забить Мы потом забили и все И я вот так вот просиделся То есть извелся, говорит, да лучше бы я пошел на поле Да мое место там А рядом сидят футболисты И у них идет разбор игры Профессиональный И на том сленге, на котором они разговаривают на поле И мне бы на поле смотреть А я вот так вот ухом, потому что Ну такого ты не услышишь Болельщики за это много бы отдали Это было, ну И для моей работы это было интересно Что как это так Что я делаю И как я оцениваю какие-то эпизоды И футболисты, как они жили игрой Вроде я, не я Там же же играют А они вот здесь И они рвутся на поле Несмотря что у одного травма, у второго карточки Это было очень здорово А вас вообще вот было слышно, кстати, на поле? Ну есть футболисты, которые прям, скажем так Там и комментируют все И подсказывают всегда И напихать кому-то могут, кто помладше Вы из этой истории или вы... Нет, только подсказ Только подсказ и рабочие разговоры в процессе игры Но у вас вообще вот Ну вы кричали когда-нибудь на партнеров по команде Вот так, чтобы прям жестко? Ну прям жестко нет То есть, ну как бы... Ну опять же Не, ну я говорю Понятно, что там эмоции Где-то может быть Чуть-чуть переходило Там какую-то, скажем, среднюю грань Но не красную Вот Но Это же такое дело, что Ты понимаешь, что ты можешь За любой момент напихать кому угодно И через 5 минут совершить такую же ошибку Ну и тогда будет как бы немножко Если ты отыграл 90 минут идеально Да, и кто-то ошибся И ты за 10 секунд до свистка суди Там можешь кому-то пихануть Понимаешь, что уже сам как бы не облажаешься Ну опять же, ну будет следующий матч И тебе же могут это в ответ потом предъявить Понятно, что если там футболисты Там, которым уже на тот момент там было Там 30 Которые могут себе позволить И понимают, что не услышат в ответ Ну это один момент Но когда тебе 20 Кому пихать? Такому же 20-летнему? Или 30-летнему Володинкову с Разиным? Ну то есть Опять же Те 20-летние Которому ты можешь напихать Они живут с тобой в одной квартире Ну Ну то есть Как бы Есть нюансы, конечно Матч Ну для современного, наверное, болельщика В нынешних условиях Она кажется Вывеска такая Даже почти фантастическая Это Динамо Минск Ли Как бы уже В современных реалиях Нескоро, наверное, выпадет такой соперник Что вот вообще Про тот матч можете вспомнить, рассказать? Про два матча Не, ну что Хороший соперник Брендовый Брендовый, скажем так Да Вот поэтому Было интересно Ну с точки зрения Как бы Посмотреть себя Не на уровень чемпионата Беларуси А на С командой Лиги 1 Вот И Ну насколько я помню Как бы выглядели достойно Даже сопротивлялись И Не побоюсь этого слова Бились за проход Лиля Потому что матчи были такие Не сказать, что там Прямо качели Понятно Насколько я помню Сейчас Чуть больше Владели мячом Лиль Там все дела Но Мы неплохо огрызались Хорошо Выбегали в контры Вот Там я помню И Леня Куэль По-моему Достаточно хорошо провел Эти два матча Вот Поэтому Была интрига Что как бы С такими соперниками Не часто бывает Да вот Потому что Первый матч 2-1 Да Проиграли на выезде Вот 1-0 вели по-моему Даже Дома 2-2 Вот Да-да-да Разин Ковеля Я Мусилу Оба раза сравнивал Да-да Ну то есть Интересный матч Хороший Да-да И по ощущениям То есть И по И по накалу И опять же Там И на домашнем матче Много болельщиков было Вот То есть Ну Достойно И мы смотрелись Ну то есть Хорошая память Окей Мы еще поговорили с вами Про Ну уже упомянули Таких людей Как и Володенков И как Павлючик Кто вообще Вот Ну скажем так Был лидером В команде Ну естественно Кроме главного тренера Играющего Кто вот такие И были ли вы Потаенным лидером Скажем Да Вот именно Что потаенным Мне кажется Редко Людей Которые таскают рояль Называют там Лидерами Обычно это То что больше Бросается в глаза Вот Ну по духу Лидерами Понятно Там линия обороны Сергей Павликович Ну и там В середине поля Володенков Разин Вот Игорь Ашков Не просто так Носил капитанскую повязку Потому что По духу По поведению Там и в быту И на футбольном поле Как бы У него есть Лидерские качества Как бы И он тянул Своего рода Команду за собой Вот Был крайне амбициозен Ну и Передавал это Команде Вот Ну а Остальное Все амбициозная Молодежь А боялись Кого нибудь Вообще Вот В 2004 году В команде Это даже К вам обоим Такой вопрос Ну вот Какого-нибудь Футболиста Которого Там лучше Было Не злить Не трогать Вот Чтобы бояться Надо себя Неправильно вести Потому что Вспоминая Ту команду И возвращаясь К одному Из твоих вопросов Футболисты Имели Право На ошибку И вот Как мог Ян кому-то Там Пихануть Если он Бежит Там 30 метров Эту ошибку Исправляет Зная Что кто-то Бежит В его позицию Его страхуют То есть Если ты Второй Третий раз Наступаешь На грабли Тебе объяснят Что ты неправ Потом тебе Объяснят В раздевалке Не при всех А так Чтобы заранее Там кто-то Пришел И поставил Себя вне коллектива Ну вот Таких людей Обычно Стараются Или избавляться Или они Сами уходят Я добавлю К моменту Того как Шуканов Из футболиста Превратился В тренера Да И мог Такую работу Да Находясь Внутри Тренировочного Процесса Вот с точки зрения Как бы И жизни Команды Да Как механизма Опять же То есть Он до этого Был внутри гуще Да То есть Общался С всеми Футболистами В бане После тренировок Слушал Какие-то Вот эти Вот разговоры Я уже Не помню Там непосредственно Там имена Или какие-то Там Прям Какие-то Решения Но я помню Что с его приходом Были какие-то Кадровые изменения И в Футбольном Коллективе Непосредственно Футболистов И в тренерском Штабе То есть Потому что Человек Условно Если есть Отдельно Немножко Команда И тренерский Штаб Да То есть Ну как бы Они так Сильно Глубоко Лично Не пересекаются То что Канов Знал Всю историю Внутри И став Главным Тренером Вот те вещи О которых Говорите Что там Какие-то Не знаю Скандалы Драки Или там Что-то еще Или какие-то Отношения Между футболистами Не совсем Что мешало Общекомандным Каким-то Жизни команды Да Ну то Придя И получив Власть Ну он Это все Подчистил И поэтому Вот именно Вот эта же Часть сезона Как бы Она была В одном порыве Только вперед Не шагу назад Кстати еще Такой вопрос Ян Александрович Вот вы На самом деле Из футболистов 2004 года Ну одна из самых Непубличных Скажем так Личностей Про вас мало Что можно найти Мало что Можно почитать Это вы так Хорошо скрываетесь Или Или почему Да не знаю Ну мне Мне не очень нравится Как бы И публичность Как такова И может быть Отчасти Знаете Как это У артистов Там боязнь Сцены Да То есть Вот Ну вот Я там Всегда говорил Что Единственное Что мне в футболе Не нравится Это Внимание Ну то есть Не знаю Может быть Из какого-то Склада характера Из какой-то Стеснительности То есть Ну Излишнее Внимание Меня Напрягает То есть Оно мне Не нравится Я понимаю Что это Часть работы Как бы Которую Ты То есть Если там Некоторые Наоборот Да То есть Вот я Я футболист Там Смотрите Вот Там И так далее И так далее Вот То есть У меня Обратная ситуация То есть Это вот Я там В детстве Там еще В детской Нашей школе Я родителям Запрещал Приходить Приходить на матчи Потому что Мне не нравится Когда на меня Смотрят То есть Это меня Лишний раз Не помогает Мне А наоборот То есть Мне еще Говорят Так как Ты же Собираешься Там быть Футболистом Играть При трибунах Я говорю Трибуны Смотрят На 22 Человека А вы Я знаю Что смотрите Прямо Меня И мне Это Как бы Это Мне это Мешает Ну И это Вот Как бы На протяжении Всей карьеры То есть Это Тот Момент У меня Страничка Инстаграм У меня Единственная Фотография Загруженная У вас Есть 15 лет Назад Да И то И то Это Было Так Сидели На каких То Сборах С локомотивом Московским И что Там Что Дюрица Еще Черлука Что Сидим В телефоне Говорит У тебя есть Инстаграм Я говорю Нету А что Нету Я Честно Даже Не знаю Так Давай Дай Телефон Тык Тык Загрузил Установил Так Там Имя То-то-то Так Первая фотография Зовет официанта Сфотографируй Нос И вот Единственная Фотография Сдюрица С Черлука Он Сфотографировал Он Загрузил Дюрица Загрузил Фотографию Говорит Все Она У тебя Есть Инстаграм Ну и вот Как бы С тех пор Вот эта фотография Одна и висит Обновлений Не было Обновлений Не было Да Ну это Вот Как бы Ну не знаю Не нравится Мне Выносить Какую-то Свою жизнь На обозрение И еще потом Это обсуждать В комментариях Ну не знаю Это вот За последние Две недели Вот то что В прошлый раз Не получилось И сейчас Я нашел Достаточно интервью Я их так помню Я не нашел Главного интервью С Орехновичем Где Ян рассказывал Что хотел На Миге полетать И посмотреть Круглую землю А если ты плавишь Но я нашел Много Очень глубоких Нефутбольных Интервью Где человек Ян Тигарев Раскрывается Просто Нет И в локомотиве Хорошем Я же не говорю Что я Отказываюсь Интервью Прячусь Или что-то еще Нет Я просто говорю Что я понимаю Что сейчас работает Я возражаю Но она меня Как бы тяготит Ян есть Ян есть Просто в моменте После каждого Матча Когда надо Срочно в номер Или срочно Комментарий К защитникам Не идут А они и сами Проходят И я помню Был пресс-секретарем Я подходил К молчунам Которые не любили Говорить Я просто говорил И ребята мне верили Потому что Я держал слово Я говорю Слушай Ну тебя тысячу лет нет Уже Как бы на тебя Есть заказ Мы выиграли Хороший матч Я не хочу тебя сглазить Давай я напишу А ты скажешь Да Они говорили Давай И как бы Половина интервью С такими ребятами Были вот такие Потому что Ну люди Кого-то это реально сбивает Ну если так Немножечко Может быть Какой-то подвести итог Чем закончился 2004 год Нам всем Слава Богу Хорошо известно Какие вот Может быть Интересные моменты Воспоминания Эмоций Из последних игр И что было После чемпионства Может на одну бутылку Пива больше купили Может в отпуск слетали Повторюсь уже Понятно Самые большие эмоции Были после матча Динамо Батэ 2-0 И очень хорошо Помню раздевалку Вот Ну а потом уже Ну все по классике То есть после Даже если неудачный сезон Ну Один и тот же маршрут Да 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 Какие-то теплые страны Какие-то Такие же согревающие напитки Да Вот Поэтому Какого-то Что-то там Эксклюзива После чемпионства Как бы Ну я не вспомнил Ну а чемпионство Вообще-то было Чем Банальный вопрос Но тем не менее Ну смотрите Я не знаю Мне кажется Если бы я был постарше Уже да В лет 30 Может быть какие-то Другие были эмоции А тогда казалось 20 лет Ты чемпион Это только начало Сейчас таких Золотых медалей Будут разных чемпионатов Некуда вешать Будет А вот А оказалось Не так То есть Я думаю Что наверное Вот те кто постарше Да Там те же Там Павликович Володенков Которые вот Стали чемпионами На Уже на финише Карьера Ну может быть Как бы для них Немножко другое Нам тогда Молодым казалось Что Перед нами Открыт весь мир И это Ну просто Первая золотая медаль В нашей карьере А дальше будет Ого-го Там чуть ли не АПЛ Золотые медали Поэтому Ну вот Не Ну понятно Что как бы все равно Уже после трех лет В Минском Динамо Да Там вторые Третьи Я там уже Не помню Да вы все медали собрали Да Да То есть Ну понятно Что долгожданное чемпионство Как бы оно было приятно Ну Повторюсь Как бы это Скажем так Эмоциональная спесь Это быстро прошла То есть Когда ты там чего-то Очень долго добиваешься И это получаешь То есть Да Там может быть Первую неделю Какой-то вот А потом уже все Дальше смотришь Как бы вперед Будущее И готовишься К следующим победам Ну и подождите Все-таки Дайте я покажу Эту фотографию Я не могу Мимо нее пройти Шедевр этот Белорусской журналистики Может заодно прокомментируйте оба что в этот момент а происходило у меня два вопроса у меня вопрос один корреспонденту кто выложил сделал это фото и выложил парикмахеру в первую очередь потому что с прической а во вторых что что это ну понятно что я вспомнить не могу фотография с первой полосы газеты пресс-бол 3 сезон начинался в апреле с того что мы играли в новополоцкий четвертьфинал кубка и проиграли 1-0 и поверят ли болельщики что на стадионе в новополоцкий было 5000 зрителей яблоку было негде упасть и такое бывало а раздевалки были не те что сейчас были еще хуже вот и мы проиграли этот матч и это был кадр но вот его выбрали при вас зря зря ты так зря ты так говоришь этого не были хорошо стрируют весь 2004 год минская динамо катится головой вперед да да и выгрызает золотые медали этого чемпионата все и вы с закрытыми глазами несетесь к успеху конечно ну страшно катится головой вперед наверно вам вруча с нога прилетит конечно страшно вы посмотрите у нас золотых медалей а вы стиляка вообще были в то время нет нет а с музыку хорошую слушал какую на концерт зверей ходили вместе ну потому что организаторы кстати были болельщики минского динамо они нам бесплатно давали и когда звери проводили концерты там условно пятница суббота воскресенье в минске мы три дня подряд были на концертах вы помните кинс песни давайте район и портал конечно жилые массивы все помню ну тогда будем закругляться ян александрович спасибо вам большое что нашли в своем занятом графике время чтобы вспомнить вместе с нами этот хороший год будем рады видеть вас вновь по какому-нибудь хорошему поводу спасибо вам и спасибо за эти воспоминания вас тебе тоже большое спасибо рада тебя было видеть может быть есть что добавить что сказать что вспомнить я думаю с развитием проекта вспоминать будут те кто добывал эту победу футболисты мы будем им помогать подсказывать наводить на какие-то мысли это было приятно правильно ян говорит друзья если вам понравился наш выпуск мы ждем ваших лайков комментариев репостов даже дизлайков но если вы хотите следующий выпуск нашего проекта провести вместе с нами у вас есть для этого отличная возможность напишите в комментариях что хотите посетить наши съемки мы вас заметим напишем свяжемся с вами ну и следующий выпуск проведем вместе мы будем рады видеть каждого нашего болельщика ведь место в пабе 82 хватит всем